Здравствуйте! Теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. В пятницу утром на Промысловой произошло ДТП с участием Газпромовского автобуса и внедорожника Инфинити. Все произошло, когда МАЗ выезжал на дорогу с прилегающей территории. При повороте налево автобус не пропустил Инфинити. Иномарка ехала прямо со стороны 26-го съезда КПСС. Произошло столкновение, в котором Инфинити получил значительные повреждения кузова. У автобуса от удара отлетела дверь багажного отделения. Водителя Иномарки осмотрели медики, ему оказана разовая медицинская помощь. Всего же за прошедшие сутки в Новом Уренгое произошло шесть аварий, где повреждения получил только транспорт. Еще в одном ДТП пострадал человек. Так, до сих пор продолжаются поиски водителя, который сбил пешехода. Все произошло 5 декабря около 15 часов на улице Магистральная в районе дома 56 Г. Там неустановленный водитель на зеленом ВАЗе с госномером Р-844 МВ-45 регион сбил пешехода 90-го года рождения. После этого он усадил пострадавшего в салон своей машины и отвез его домой, не став при этом вызывать ни скорую, ни наряд ДПС, что является грубым нарушением ПДД и приравнивается к оставлению места ДТП. А пешехода уже из дома скорая доставила в больницу. В настоящее время в госавтоинспекции принимаются все возможные меры к установлению водителя, который двигался на автомобиле ВАЗ-21093 зеленого цвета, который допустил наезд на пешехода и с места происшествия скрылся. Также накануне вечером возле Звездного произошло массовое ДТП. Тойота при повороте налево на зеленый сигнал не уступила дорогу пятнашке, которая ехала прямо во встречном направлении. От удара ВАЗ отбросила на Мазду, а Тойоту на Газель. В этой аварии автомобили получили механические повреждения. А в полночь на Губкино водитель Лады ехал на высокой скорости, не выдержал дистанцию и впечатался в Ниссан Альмера, который ехал перед ним. Здесь тоже, к счастью, обошлось без пострадавших. Госавтоинспекция города Новый Ренгое обращается ко всем автовладельцам соблюдать скоростной режим, также держать дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал. На Тарасовском месторождении погиб рабочий, его придавило опорой ЛЭП. По этому факту следствие возбудило уголовное дело. Все произошло 21 ноября, когда сотрудники компании «Промтехстрой ЕК» проводили работы по монтажу опор линий электропередач, используя при этом гусеничный экскаватор. В процессе работ в нарушении технологического процесса и правил безопасности при использовании экскаватора как грузоподъемного механизма произошло падение перемещаемой опорой линии электропередач, в результате чего был смертельно травмирован 51-летний рабочий. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. В Новом Уренгое пропал вахтовик из Волгограда. Об этом нашу редакцию сообщила родственница 32-летнего Сергея Теплоухова. Заявление также поступило в полицию города. Известно, что 5 декабря мужчина должен был вылететь в Волгоград, но пропустил свой рейс. Уже накануне вечером телефон Сергея был недоступен. К слову, мужчина работает в КИП-электромонтаж. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефону, указанному на экране. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. С 1 ноября по 28 декабря 2019 года лечи зубы в клинике современной стоматологии «Все мои 32» и выигрывай призы. Главный приз – айфон 11. А еще наушники, сертификат на услуги на 10 тысяч рублей, ирегатор и набор щеток для семьи «Уропрокс». Запись по телефону 23 95 95 или 25 95 95.